А я иду, шагаю по Москве, но в жизни я пройтись... Молодой человек! Ты чё кричишь? Я пою. Привет, я Алексей Юдакимов. 50 лет назад, утром 2 ноября 1974 года, в Доме творчества писателей Переделкина случился небольшой переполох. Постояльцы заметили, что на завтрак в столовую не пришёл один из них. Стали стучать в его комнату на втором этаже вот этого коттеджа. Не дождались ответа. Тогда Григорий Горин, писатель, сатирик и драматург, будущий сценарист того самого Мюнхгаузена, дома который построил Свифт, вскарабкался снаружи на второй этаж, разбил стекло и залез в комнату. Там он увидел 37-летнего мужчину, повесившегося на красном шарфе. На столе стояла недопитая бутылка Цинандаль. И лежала раскрытая сберкнижка, во всяком случае, если верить рассказу Горина, дошедшему до нас через вторые руки. На счету покойного оставалось то ли 57, то ли 72, воспоминания разнятся, копейки. Вино было куплено накануне на деньги, занятое у того же Горина. Самоубийцу все знали как запойного алкоголика и фактически бомжа, а коллеги довольно единодушно называли его гением. Он был сценаристом и режиссером, писал прозу и стихи, иногда сам эти стихи пел под гитару. Без его творчества невозможно представить себе целую эпоху, не только в отечественном искусстве, но и в истории. Звали его Геннадий Шпаликов. За 10 лет до самоубийства он сочинил текст песни «Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь». Гимна безоблачного, беспричинного оптимизма. Эту песню герой Никита Михалкова поет в финале фильма «Я шагаю по Москве». Снял его Георгий Данелли по сценарию Шпаликова. 60-летие фильма отмечали в нынешнем году, премьера его состоялась в апреле 1964-го. Пик хрущевской отепели. Правда, Хрущева сняли осенью того же 1964-го, но отепель продлится еще несколько лет. До ввода войск в Чехословакию. Как мы сейчас представляем ту эпоху, какие образы и сюжеты автоматически всплывают в голове. Летний дождь, солнечная Москва, стройка нового Арбата, поэтические вечера в Политехническом музее, выставка авангардистов в Манеже, Гагарин, Евтушенко, Ив Монтан, молодое поколение, потерявшее отцов на войне, оптимизм, идеализм, презрение к мещанству, поиск идеалов в революционных временах. Так вот, абсолютно все вышеперечисленное – это образы, сцены, идеи и мотивы всего двух фильмов, снятых по сценариям Геннадия Шпаликова. «Я шагаю по Москве» и «Застава Ильича». «Застава Ильича» режиссера Марлена Хуцеева более идейная. А «Я шагаю по Москве» – кино без особых идей, почти без сюжета, в смутном жанре. Комедия – не комедия, мелодрама – не мелодрама. Чистое ощущение. Ощущение безмятежности, свободы и счастья. Причем беспричинное, стихийное. В чем дело – сразу не поймешь. Когда смотришь фильм, кажется, что ты выпил бокал шампанского. Собственно, в рождении фильма шампанское непосредственно поучаствовало. Это уже к вопросу о роли жидкости в истории. Вот что писал Данелия в мемуарной книге. «Пришел Гена Шпаликов, принес бутылку шампанского во воськи и сказал, что придумал для меня классный сценарий. И рассказал. Дождь, посреди улицы идет девушка босиком, туфли в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над девушкой зонтик, она уворачивается, а он все едет за ней и улыбается. Нравится? И что дальше? А дальше придумаем. Генка поставил на стол бутылку шампанского, достал из серванта бокалы, шампанское было теплым, и когда Гена открывал, пол бутылки вылилось на свежевыкрашенную клеевой краской стену. Хорошая примета, обрадовался Гена. Но мама, когда увидела пятно на стене, не очень обрадовалась. Два дня назад у нас закончился ремонт, который длился три месяца. А через полтора года, после премьеры фильма «В доме кино», мама сказала, что не против, чтобы Гена забрызгал шампанским и другую стену, если будет такой же результат. А вот как о роли жидкости в появлении знакового фильма «Откепель» вспоминал Никита Михалков, сыгравший в нем свою первую крупную роль. Если бы не эта роль, возможно, никакого киношника Михалкова мы бы не знали. Никита Сергеевич сам говорил, что в Щукинское училище решил поступать после съемок у Данели. Ему в фильме 18 лет, он жил тогда с родителями и пить спиртное в открытую не смел. Множество забавных подробностей помнится до сих пор, как ночью я с сердцем, замирающим от ужаса, таскал из маминой тумбочки Кончаловку, а в это время за углом нашего дома меня ждали Данелия, Шпаликов и оператор Вадим Юсов. Тогда все мы еще там за углом приняли по хорошему стаканчику Кончаловки за мой героизм. Кончаловка, если верить братьям-режиссерам, Андрею Кончаловскому и Никите Михалкову, домашняя настойка на самородине, рецепт которой передавался в знаменитом семействе из поколения в поколение. В оптимистическом контексте оттепеля алкоголь понятие скорее позитивное. Шестидесятое прославляли не вертикальные отношения начальник-подчиненный, а горизонтальные, дружеские, неформальные. Вот когда режиссер, сценарист, оператор и восемнадцатилетний актер ночью на улице за углом пьют украденную актером домашнюю водку, и это не свинство, а продолжение, часть творческого процесса получается очень по-шестидесятнически. Валли Геннис в книге «Бутипельном десятилетии» называли жанр дружеской пьянки цитата «кульминацией карнавала шестидесятых». Пьянка как источник социального творчества стала кульминацией карнавала шестидесятых. Пожалуй, можно сказать, что в ней эпоха выразила себя с наибольшей свободой и фантазией. Картина «Я шагаю по Москве», полная свобода и фантазии, поехала на Каннский кинофестиваль, главный в мире, а в Советском Союзе ее посмотрели 20 миллионов зрителей. Ее выпустили в прокат девятью сотнями копий, и цензоры ее не резали. Из всех фильмов по шпаликовским сценариям у «Я шагаю по Москве» оказалась самая счастливая судьба. Заставу Ильича, работа над которой началась еще раньше, до премьеры посмотрел Хрущев и разругал, на чем свет стоит. Ленту не смыли, но заставили перекроить, начиная со сценария. Она вышла на экране несколько лет спустя под другим названием «Мне 20 лет» и сильно кастрированная. «Долгая счастливая жизнь» единственный фильм, который Шпаликов снял как режиссер, завоевала главный приз на фестивале в итальянском Бергамо, но на родине была ни понято, ни оценена ни критикой, ни публикой. От безоблачной картины Данели долгую счастливую жизнь отделяет всего пара лет. И название ее звучит подчеркнуто бодро. Но это кино уже отражает кризис оттепельного сознания. Привычные шестидесятнические коллизии разрешаются в нем непривычным для тогдашнего зрителя неоптимистическим образом. А потом закончилась оттепель и вдруг оказалось, что Шпаликов никому не нужен и не интересен. По крайней мере, на родине. Снятый по его сценарию Ларисой Шипитько фильм «Тие» подвергся переделке по требованию Госкино и хотя получил второстепенный приз на Венецианском фестивале, был вообще не замечен в СССР. Посвященный Есенину фильм по песню поэт-режиссера Сергея Урусевского вышел всего 16 копиями. И он оказался последним воплощенным на экране Шпаликовским сценарием. Вчерашняя суперзвезда кинодраматургии продолжала писать, но заявки одна за другой отклонялись. А если и заключались редкие договоры, то в основном благодаря лоббированию друзей, старавшихся элементарно подкормить оставшегося без денег Шпаликова. Доводить эти проекты до завершения никто и не собирался. Так же вышло с мультипликацией, где Шпаликов пытался было найти себя. Он фунтанировал идеями, но воплотились всего две. Причем вторую сразу же запретили к показу. Мультик «Стеклянная гармоника» Андрея Хржановского подоспел аккурат к 1968 к подавлению Пражской весны. Началось решительное закручивание гаек и даже калаш из образов мировой живописи, который представляет из себя гармоника. Цензоры сочли антисоветчины. С перестроечных времен принято повторять, что Шпаликова сгубили советские чиновники держи морды. Отчасти это правда. В 70-х вышло так, что с одной стороны идеологический ошейник затягивался все туже, а с другой новые истории Шпаликова делались все более мрачными и нелестными по отношению к советской действительности, то есть все более непроходными. Но идеологический зажим был лишь одним из признаков общих перемен, общего ужесточения, упрощения, оттупения. Словно, сама окружающая реальность на глазах выродилась, сделалась более примитивной. Словно, реальность пережила внезапную оптимизацию, и Шпаликов с его типом таланта и характера оказался одним из первых попавших под сокращение. Работы не было, денег не было, жилья не было, из семьи это был второй уже его брак. Шпаликов ушел в буквальном смысле, по словам знакомых, с одной зубной щеткой в кармане. Квартира осталась жене и дочери, а сам он кантовался по знакомым, иногда ночевал на чердаках скамейках, стихи в периоды бродяжничества писал на бланках, телеграмм в почтовых отделениях, допился до цирроза печени, не утратив, ну или почти не утратив свои харизмы. По крайней мере, когда за ним однажды приехала скорая, он споил всю бригаду. И, значит, бригада приехала, которую Гена и моментально споил, их же спиртом разбавленным угощал, рассказывал, читал свои стихи, и они сказали, что интереснее у них дня, ну просто не было еще в жизни. Однако это хоть и смешно, но уже не весело. Во времена застоя алкоголь совсем не та субстанция, что поддерживало оттепельное товарищество и творчество, заодно напоминая кумире эпохи Хемингуэй. Снова или генис. Мрачная судьба ждала и высшее достижение Хемингуэй вской школы пьянства. Оно неотвратимо катилось к алкоголизму. Застой это запойное фантасамогории венечки Ерофеева, водочное трагифарс Сергея Довлатова и алкогольное шутовство Высоцкого. Считай по-нашему мы выпили немного. Не вру, ей бог. Скажи, Серега. Все они и Ерофеев, и Довлатов, и Высоцкий умерли от пьянства, не дожив до полтинника или едва его перевалив. За месяц до Шпаликова внезапно умер их общий с Высоцким собутыльник Василий Шукшин. Из воспоминаний Александра Митты, режиссера советского фильма «Катастрофа и экипаж». Воспоминания о студенческих временах. Ставили бутылку водки, большую миску картошки, появлялись Шукшин, Генош Паликов, Высоцкий. Шукшин умер в 45 и, хотя в последние свои годы не пил, страдал болезнями, заработанными в разгульной молодости. Неудивительно, что в комнате переделкинского дома творчества, где повесился Геннадий Шпаликов, нашли бутылку. Удивительно может показаться, какую именно бутылку. Если быть точным, то, конечно, не такую, а вот такую. Цинандали, белое сухое грузинское вино, нередко встречалось на тогдашнем советском столе, но только не на столе настоящего алкоголика. Настоящие советские алкоголики в 70-х пили совсем другое. Нерзыскательное, огуречный лосьон и клей БФ, он же Борис Федорович. Среднестатистические, барматуху, шмурдяк, партишок. Крайне дешевое, крайне некачественное крепленное вино, часто плодово-ягодное, которое недаром прозвали плодово-выгодное. Именно у барматухи был самый высокий КПД. Она позволяла за минимальные деньги максимально быстро окосить. Именно она, не водка. Дешевая водка в 70-х стоила 3,62. Эти цифры для советского человека не нуждались в пояснениях. Вот сцена из небезызвестного фильма 73-го года. Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 3,62. Вот мы без сноски не понимаем, что это шутка, а советский зритель смеялся. Но напиться даже такой водкой было куда накладнее, чем шмурдяко. А другие сорта стоили еще дороже. Так что водяра в общем-то проходила по разряду престижного потребления, не говоря уже о коньяке. Что же касается грузинских вин, то их пили грузины, а за пределами грузинской СССР в основном женщины. 1 ноября 1974-го Шпаликов приехал из переделки Новомоскву на открытие кладбищенского памятника Михаилу Рому, мэтру советской режиссуры, автора обыкновенного фашизма. Собравшиеся на Новодевичьем заполнили его непрекаянный вид, черный плащ и длинный красный шар. Потом Шпаликов пригласил молодую критикессу в кафе московской гостиницы. Тогда-то он и занял денег у Григория Горина. Денег, на который купил в кафе две бутылки вина. Вторую, привезенную в переделкино, открыл и не допил перед тем, как повеситься на шарфе. Почти никто из писавших или рассказывавших про Шпаликова не удержался от того, чтобы обыграть название его единственной режиссерской работы «Долгая счастливая жизнь». В жизни автора такой недолгой и несчастливой трудно не увидеть историю с моралью, притчей. Но как именно ее трактовать, какую именно мораль извлечь, это уже зависит от наблюдателя. Кто-то видит тут историю о преступлениях советской власти, кто-то о непризнанном гении, кто-то о вреде пьянства. А может и нет в ней ни морали, ни логики. Как нет на самом деле ничего такого не в чьей жизни. Еще буквально вчера все на свете было хорошо, и в стране было о тебе, и тобой все восхищались, и будущее виделось безоблачным. А сегодня смотришь кругом, запреты, тупость, конформизм, и ты никому не интересен. Ничего не осталось, кроме одиночества, безнадеги и чувства затягивающейся вдавки.